Первая говорящая Чихуахуа Софи Корректор А.Кулакова Которые образуются между пальцами, спрессовываются с кожными выделениями и грязью, у собаки болят лапы и так далее. Минусов очень много. А сегодня о самом минимальном и необходимом уходе за вашей собакой. Скажу сразу, мы с моей дугмамой Аней считаем, что гигиеническая стрижка это просто необходимый элемент жизни собакой. Даже простой в уходе, такой как Чихуахуа. Но и тут нужно не забывать, что есть короткошерстные собаки и длинношерстные. Например, Эйвон нуждается в самом минимальном уходе, так как шерсть у него короткая, линяет он сам и стричь в общем-то нечего. Но я не буду сегодня говорить о конкретных породах и на своем примере расскажу о том, что же из себя представляет гигиеническая стрижка. Что входит в гигиеническую стрижку? Чаще всего я делаю такую стрижку дома, как вы могли увидеть в моих других видео. Но в этот раз я решила пойти к местному тайскому мастеру, чтобы снять все более подробно. В видео об уходе за шерстью я рассказывала о стандартных вычесываниях, расчесываниях, инструментах для этого, мытье шампунем, бальзамом, кондиционером, сушке. А также есть отдельное видео о том, как стричь когти вашей собаки. Это тоже гигиенические процедуры, а вот именно в гигиеническую стрижку уже входят. Обработка лап, то есть выстригание шерсти между пальчиками лап и между подушечками и вокруг на лапках. Стрижка лишней шерсти под хвостом, то есть стрижка шерсти вокруг анального отверстия и половых органов. А также при необходимости стрижка лишней шерсти на животике, на ушках и шерсти на голове собаки, бороды, усов и бровей. Также придание общего контура шерстному покрову. Ну а вообще давайте по порядку, что нам понадобится в домашних условиях. Кое-какой инвентарь и место на ваше усмотрение, где не страшно нашерстить. Нам с моей Дугмамая недостаточно ножниц, расчески гребешка, уходерки и щетки. В условиях салона используются не только ножницы и расческа с щеткой, но и несколько видов ножниц. Специальная машинка для стрижки собак и фен, чтобы выдать лишнюю шерсть и распушить ее. Для начала, как вы видите, мастер специальными ножницами подрезает лишнюю шерсть сзади. Затем подстригает шерсть на самой лапке, чтобы она не пачкалась и не мешала. Аккуратно, спокойненько, не торопясь. Теперь следующая лапка тоже аккуратно и медленно обрезаем лишнюю шерсть. Теперь следующая передняя лапка. Повторяем то же самое. Подравниваем шерстку по всей длине лапки, чтобы не торчали волоски и не пачкались. Немного подстригаем по пути на животике и подравниваем и стрижем последнюю лапку. В принципе, все то же самое мы делаем обычными парикмахерскими ножницами в домашних условиях. Главное спокойно и аккуратно обрезать лишнюю шерсть, которая может мешать вашей собаке и пачкаться. Стрижем везде, между пальчиками, когтями, между подушечками, чтобы было не только красиво, но и практично. Чтобы добиться от своей собаки спокойного поведения в пристрижке, вам нужно делать это постоянно. И желательно с детства. И конечно же иметь со своим пушистым другом хороший контакт. Я обязательно поделюсь секретами об этом в другом видео. Пишите в комментариях, так же ли легко ваши собаки дают стричься. Вот и подстригли лапки. Ну что ж, сейчас мы переходим к попе. Для начала подстрижем лишнюю шерсть на ногах и вокруг попы. А дальше мастер аккуратно выбривает все специальной машинкой. Стрижка шерсти вокруг анального отверстия и половых органов делается для того, чтобы ваша собачка не пачкалась, когда ходит в туалет. И благодаря этому была защищена от бактерий. Дома с моей Догмомайнией мы делаем то же самое, только ножницами. Не забываем расчесаться для начала. Сначала мы делаем это походеркой, избавляемся от лишней шерсти. Затем гребешком разравниваем шерсть по всей попе. Ну а затем ножницами подравниваем вокруг, как это делала мастер. Не торопясь я аккуратно отрезаю шерсть, которая может мешать и пачкаться. Ну что ж, попа готова, поехали дальше. В случае с другими породами, такими как Йорк, например, обычно еще подстригают мордочку, чтобы она не была грязной постоянно после еды или питья. А мы переходим в это время к ушкам. Для начала нужно все расчесать и очень аккуратно, осторожно, чтобы не поранить ухо собаки, подравниваем шерсть на ушах. В тот день мастер отстригла мне всю шерсть на ушах и вокруг. Обычно я этого не делаю. Теперь при помощи машинки и ножниц мы подравниваем форму по всему телу. Домом обычно при гигиенической стрижке форму мы не трогаем, только лишь самые отросшие и мешающие участки. Попу, немного животик, лапки. Не забывайте и такой момент, что шерсть это не зубы. Она, конечно же, отрастет, если вы совершите ошибку и отстрижете где-то больше, чем нужно или испортите форму. Опыт приходит со временем и постоянно. Чистота гигиенической стрижки также зависит от породы, скорости роста шерсти и загрязнения. То есть, если вы сами видите, что шерсть отросла, собака выглядит не очень опрятно или загрязнена, то пора провести соответствующие процедуры. Помните, если браться за гигиеническую стрижку собаки самостоятельно в домашних условиях, то можно невольно поранить ее, причинить вред здоровью и внешнему виду. Поэтому, если вы не уверены в собственных силах и не имеете достаточно опыта, обратитесь к специалисту. Теперь можно еще разок расчесаться и выведуть лишнюю шерсть феном. Ну что ж, ладно, спасибо большое, тетя. Сейчас я не подстригаю ушки, то была прическа в стиле йорк, а сейчас я отрастила прическу в стиле попелье. Ну вот и все. Забойтесь о своих питомцах, подписывайтесь на мой канал и мой инстаграм, вступайте в наши группы, все ссылки есть в описании. Ведите дневники о ваших собаках в нашей группе Дом Блог и будет вам счастье. Пока-пока.